Хорошо, сегодня мы говорим про личный бренд, и штука такая интересная, кто-то склонен определять личный бренд как бренд прям персональный, личный, кто-то говорит о том, что это все-таки личный, профессиональный бренд, но давайте мы с вами сегодня, коли у нас такая профессиональная дискуссия, будем говорить о том, что личный бренд это профессиональный бренд специалиста, это образ, который складывается о вас в профессиональном сообществе. За этим образом может быть все что угодно. Принадлежность к определенной компании, обладание какими-то навыками, умениями, сильные личные качества. Если мы посмотрим шире, то личный бренд это не только по работу. Помните, собирается компания на природу или дачу, и весь состав участников уже по ролям разложен. Один поет на гитаре, играет, другой буянит, когда лишнего выпьет, третий шашлыки отлично жарит и так далее. А если посмотрим немножечко назад, то вот как в деревнях, я помню, у бабушки приедешь и корову раздоить, это тетя Маша, собака заболела, это к Иванычу и так далее, и так далее. И про личный бренд мы говорили всегда, называли его имиджем, репутацией. То есть это то, что о нас думают, то, как нас воспринимают окружающие люди. Если мы говорим о профессиональном бренде, то это то, как нас воспринимают с вами наши коллеги, наши соратники по рынку, по компании. Еще хотела бы сказать, что личный бренд – это не синоним слова «лучший» или «самый популярный» или «самый уважаемый». Суть личного бренда во влиянии. А влияние есть у самых разных людей, многие из которых неуспешны в общепринятом смысле. У кого-то отвратительная репутация, многих не уважают, презирают и так далее. Но нам с вами нужен хороший личный бренд, нам нужно, чтобы нас уважали, чтобы нас приглашали на работу, чтобы всегда у нас были клиенты. И закономерно возникает вопрос, нужен ли личный бренд ветеринарному врачу. С моей точки зрения, личный бренд ветеринарному врачу хозяйства или ветеринарной клиники не нужен, не просто нужен, а необходим. Это должен быть сильный, положительный, управляемый бренд. Если мы разделим ветеринарных врачей на две категории условно, то у нас получатся ветеринарные врачи, которые работают в клиниках и лечат непродуктивных животных, и ветеринарные врачи, которые работают в хозяйствах. Вот в области ветеринарии непродуктивных животных необходимость бренда проявляется уже сегодня достаточно сильно. Почему он нам необходим? Ветврачи работают в клиниках, лечат животных. Ветеринарные врачи клиник обслуживают животных, лечат животных, делают прививки тех, которые находятся рядышком в основном. Ну, за исключением каких-то редких случаев, когда мы едем через всю страну или через весь город к конкретному специалисту. И о каждом уже идет какая-то молва, уже кто-то что-то о нас говорит. Какому-то врачу стоит очередь из пациентов, какой-то скучает на рабочем месте. Это вот есть уже такой спонтанно, стихийно сложившийся, неконтролируемый, неуправляемый профессиональный бренд. И он уже работает на вас или против вас. Если мы посмотрим на сельхозпредприятие, то окажется, что и тут профессиональная сфера довольно узкая. И сарафанное радио очень быстро разносит информацию по сообществу о каждом специалистом. За одним идет настоящая охота, от какого-то открещиваются всеми правдами и неправдами. И мы понимаем, что личный бренд ветеринарному врачу не просто нужен, а необходим. Нам нужно им, ух ты, и нам нужно обязательно им управлять. То есть мы должны, личный бренд должен формироваться по нашему желанию, под нашим контролем, в соответствии с нашими целями и задачами профессиональными. Из чего состоит личный бренд? На самом деле, вот это слагаемые не только личного бренда, не личного бренда ветврача конкретно, а вообще любого личного бренда. Он состоит из персональных, личных и профессиональных качеств, персонального делового стиля, принадлежности к сообществу или к компании и транслируемых идей. Немножко подробнее по каждому из слагаемых составляющих личного бренда. Личные качества. Ну, я постаралась их выписать те, которые наиболее близки будут вот к нашей с вами профессии, к ветеринарному врачу. Это умение находить общий язык с различными людьми. Умение сопереживать. Умение быть убедительным. Отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее. Умение объяснять. Уважительно относиться к другим людям. Уметь быстро принимать решения и нести за них ответственность. И, безусловно, порядочность. Необходимо. Профессиональные качества. Ветеринарному врачу просто необходима уверенная теоретическая база, подкрепленная опытом. Мы должны досконально знать, что с животным происходит в конкретный момент времени под воздействием тех или иных внешних неблагоприятных факторов. Высокие профессиональные компетенции. То есть мы все, что ветеринарный врач делает, он должен делать четко, уверенно, правильно, безошибочно. Попадать в вены. Знать, где у коровы или у собаки колени. Где локти. Не путать передние конечности с задними. И на профессиональном языке все это называть. Чтобы у людей было четко, у ваших пациентов, клиентов было четкое понимание, что вы профессионал. Профессиональная порядочность. Что я здесь хотела сказать? Особенно для ветеринарных врачей, ну вообще для всех, но вот если обернемся к ветврачам, которые работают в хозяйствах, ветеринарных клиниках, то мы прекрасно понимаем, что это коммерческая деятельность, направленная на получение прибыли дохода. И здесь важно очень корректно балансировать на вот этой грани, когда нам и заработать надо, но это не должно превращаться в выкачивание денег. Если мы принимаем какие-то решения, делаем какие-то назначения, все должно документироваться, да, и мы не должны потом отказываться от наших слов, от наших действий. Очень важная составляющая личный деловой стиль. Это личная манера общения, внешний облик, грамотная речь. Отдельно я здесь выделила социальные сети, мы про них немножечко поговорим. В личной манере общения важна грамотная речь. А приятный внешний вид, это как минимум. У Сергея по-прежнему нет связи. Марин, мы можем чем-то Сергею помочь? У него связи снова нет. Звука нет. Хорошо. Социальные сети. Сегодня специалисты очень многие, специалисты, работающие в хозяйствах. Нет, наверное, не с того краю зашла. Мы почти все сегодня являемся пользователями социальных сетей. Каждый выбирает социальную сеть, ту, которая ему удобна, которая ему нравится, регистрирует там личный аккаунт. Если мы специалисты, которые хотят сформировать свой сильный управляемый личный бренд, то он обязательно должен обращать внимание на то, что он говорит, пишет, делает в социальных сетях. Потому что сегодня социальные сети становятся для нас такой огромной безграничной площадкой для общения, для обмена профессиональным и личным мнением. Вот если мы задумались и начали работать над созданием личного профессионального бренда, мы обязательно должны обращать внимание на то, что же мы пишем в социальных сетях, какие фотографии публикуем и какие комментарии оставляем. Принадлежность к сообществу или к компании. Что здесь важно? Если мы говорим о профессиональном сообществе, то в нашей среде есть профессиональные сообщества и у ветеринарных врачей, работающих в клиниках. Сейчас обратила внимание, уже делится сообщество по направлениям деятельности. Где-то это сообщество хирургов, микробиологов, терапевтов, кардиологов и так далее. Сообщество ветеринарных врачей, работающих в животноводстве. Птицеводы, свиноводы, молочное, мясное животноводство. То есть вот это все наши профессиональные сообщества. Мы также должны обращать внимание на то, как мы ведем в этом сообществе себя. Как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Если нам необходимо, чтобы нас воспринимали как трезвомыслящего, грамотного специалиста, мы должны каждое свое слово взвешивать и оценивать, чтобы не сложилось у нас мнение дурное, нехорошее. Что еще важно? Важно, что в каждом сообществе приняты, тем более в каждой компании, приняты какие-то нормы поведения, нормы общения. Если мы принадлежим к какой-то компании или какому-то сообществу, мы должны соответствовать правилам этой компании, этого сообщества. В то же время, если мы принадлежим к какому-то сообществу и смогли зарекомендовать себя там как профессионала, соответственно, рейтинг наш растет, личный бренд начинает работать на нас. Социальные сети. Здесь, собственно, то же самое. Наверняка многие сталкивались с тем, что при... Прошу прощения, опять сбилась на то, что у Сергея нет звука из телефона тоже. Да, многие сталкивались с тем, что когда в каком-то сообществе, очень наглядно это в интернет-сообществах можно прослеживать, когда задается какой-то вопрос на профессиональную тему, есть комментарии по делу, а есть комментарии не по делу, просто лишь бы поболтать. Люди, которые отвечают четко, строго, по делу, аргументированно, они автоматически начинают зарабатывать себе такие незримые очки, плюсики. Их вес растет. Это тоже очень сильно сказывается на... Это тоже очень сильно влияет на формирование личного бренда. Трансляция идей. Мы живем в демократическом обществе, где вольны высказывать свою точку зрения на все происходящие события, но мы должны учитывать следующий момент. Если мы персона публичная, формирующая, занимающаяся формированием своего личного бренда, хотим, чтобы нас воспринимали серьезно, чтобы к нам относились с уважением, нужно избегать различных резких, резко каких-то, резких высказываний. Нам нужно, опять же, соответствовать все тем же правилам, принятым в сообществе, для того, чтобы где-то высказываться... Прошу прощения. Где-то высказываться вне общей линии профессионального сообщества, можно найти другое время и место. Личный бренд ветврача клиники. Что здесь очень важно и на что нужно обращать внимание? Важны облик, внешний облик, коммуникации, то, как вы умеете общаться, то, как вы умеете сопереживать, как вы умеете аргументировать, отстаивать свою точку зрения. Умелое балансирование между коммерцией и приносимой животному пользу. Профессиональные компетенции должны быть на высшем уровне. Высокий уровень личной ответственности. Мы должны отвечать за принятые решения, мы должны отвечать за назначенное лечение, мы должны нести ответственность. Люди приходят, идут, они нам доверяют. Мы должны оправдывать их доверие, их ожидания в чем-то. Если мы не можем помочь, мы должны быть честны и порядочны и объяснить, почему мы здесь не в состоянии помочь. Если мы говорим про личный бренд ветврача хозяйства, здесь у нас нет необходимости общаться с клиентами, менее такая, скажем, сама работа ветеринарного врача, она не коммерциализирована, деньги это немножко в другой заработок, здесь лежит немножко в другой области, поэтому здесь важно быть профессионалом высокого класса, так же, как и ветеринарному врачу в клинике, опрятно выглядеть. Здесь помните, стереотип такой был, ветеринарный врач в крови, в навозе, пьяный. Вот это вот раньше был образ ветеринарного врача. Сейчас мы видим ветеринарных врачей, которые выступают, сегодня работают в хозяйстве, завтра едут на семинары, делают доклады, и никогда не подумаешь, что этот человек завтра пойдет в коровник и будет проводить ректальные исследования или искусственное осеменение. Умение аргументировать свое мнение, свою точку зрения, отстаивать ее. Ветеринарному врачу в хозяйстве часто приходится принимать участие в бюджетировании ветеринарной службы, доказывать необходимость покупки тех или иных лекарств, средств профилактики и так далее. Быть вежливым, быть культурным, это то, что нам сегодня важно. Также хотела бы отметить, что задумываясь над формированием управляемого личного бренда своего, мы должны понимать и хорошо знать свои особенности. Кто-то активный, кто-то пассивный по жизни, и очень сложно переделать самого себя. Поэтому, формируя вот этот вот личный бренд, мы должны учитывать свои личные, сильные и слабые стороны. У кого-то удается, кому-то удается проанализировать это и сделать самостоятельно правильные выводы. У меня была одна знакомая, которая работала специалистом в крупном агрохолдинге, и в какой-то момент она поняла, что для того, чтобы расти дальше, ей надо стать жестче. То есть вот как специалист, она была отличным специалистом. Но для того, чтобы стать руководителем, нужно было стать жестче. А по жизни она человек очень мягкий, домашний, спокойный. И вот эту жесткость она растила в себе осознанно. Она записывала, вела аналитику каждого дня, записывала, что она сделала, с кем она говорила, как она говорила, выявляла слабые места, работала. Причем вот занимался человек этим самостоятельно. Это был ее личный уровень, ее личная ответственность. И сейчас она работает крупным, руководителем большим, в крупном агрохолдинге. И когда вот мы с ней как раз познакомились, она была на вот этом вот перепутье, когда она только-только начала формировать свой личный бренд вот так вот осознанно, анализируя дни, переговоры, встречи, кому она что сказала, где она была молодец, где была не очень молодец. Перестраивала всю манеру поведения свое, общение. После уже добавилась история с внешним обликом. Человек подбирал под себя удобную для него комфортную одежду, стиль одежды общий, который бы позволил и чувствовать себя уверенно и комфортно, потому что ей это нравилось. И в то же время в глазах людей выглядеть как серьезный специалист и начинающий руководитель. Марин, у меня в целом, наверное, все здесь. Тема на самом деле огромная, обширная. Для какой-то такой первой ознакомительной можно пообсуждать, если у кого-то какие-то вопросы, можно спрашивать. А если говорить уже прямо о формировании личного бренда, то это надо разбивать на блоки и общаться по каждому этапу конкретно. Интересную лекцию. Давайте немножечко разберем. Вы, я бы сказала, такие тезисы, конечно, стали не слишком, вы не стали слишком объяснять, но давайте тогда поговорим о том, что, наверное, хотят многие спросить. Друзья, во-первых, задавайте вопросы. Ну, вот у меня, как обычно, сакраментальный вопрос. А какой вот алгоритм, то есть анализы, да, вот приходит к вам человек, наверняка вы это делаете, наверняка это уже даже неосознанная компетентность, то, что называется. То есть вы умеете это делать и даже, может быть, не знаете как. Как вы это делаете? Спрашиваете. Так вот, пришел к вам человек. И алгоритм, с чего вы начинаете? Вы расспрашиваете его, там, я не знаю, как-то анализ вы проводите, рекомендации ему какие-то даете, что ему развить, что дополнить. Расскажите, вот как... Ну, смотрите, Марин, на самом деле вот такой услугой, как помощь в формировании личного бренда, профессионального бренда, наше агентство не занимается. Мы... Я могу говорить о себе, потому что мы достаточно много сил вкладываем в формирование своего личного бренда. Если говорить о соискателях, которых мы оцениваем, да, и формируем какое-то мнение, которое, безусловно, есть, ну, как обертка, да. Вот пришел человек, мы на него смотрим, вот какой он, вот какая у него обертка. Для меня очень важно пунктуальность и обязательность. Вот если мы назначили собеседование, и за 10 минут, у нас сейчас очень много удаленных собеседований, за 10 минут до назначенного времени мы списываемся. Вот если кандидат не на связи, опаздывает, не пишет, хотя написать сообщение в WhatsApp, это очень простая процедура, да, это очень несложно. Для меня это такой всегда маленький, но звоночек. Я дальше уже при планировании следующих встреч, встреч с работодателем, делаю себе пометочку, что вот у меня такой звоночек прозвенел. Может быть, это случайность, такое тоже бывает. Но это первый момент, который говорит об обязательности, ответственности, организованности и прочих вещах. Следующий момент, как человек выглядит передо мной, несмотря на то, что мы общаемся через веб-камеру. Бывают кандидаты, которые сидят в растянутых футболках, майках. Один кандидат у меня был с голым торсом, мышцами красивыми, не спорю, но тема у нас была не та. И, в общем, мышцы были как-то не очень уместны. Поэтому бывают истории, когда мы общаемся с бедврачами хозяйств, например, они после работы, особенно женщины, они предупреждают почти все это, вот прям говорят, что вы извините, я буду после работы, я буду уставшая. Ну, действительно, 8 дней, 8 часов провести в коровнике, это, в общем, или там с осиньями, это не самый легкий труд. И люди действительно выглядят и уставшими, бывают немножко рассеянными, мы всегда на это делаем скидку. Что еще важно? Когда мы общаемся, проводим собеседование, мы задаем очень много вопросов по профессиональной деятельности. Это позволяет оценить и то, как человек преподносит информацию, умеет ли он объяснять, умеет ли он грамотно говорить, четко излагать свои мысли. Не все это умеют, и будем, опять же, честными, не для всех уровней позиции это необходимо, да, где-то. Если ты планируешь работать на рядовой позиции, бригадир или еще что-то, то это, в общем, ну, твое личное дело, будешь расти, будешь развиваться. Когда мы, если мы говорим о специалистах, работающих в сфере коммерческой, консалтинг, продажи, ветеринарной клиники, ну, то есть везде, где мы сталкиваемся непосредственно с клиентами, очень важно и внешний облик, и умение общаться, и умение раскрывать тему какую-то, которую мы обсуждаем сегодня и сейчас. если менеджер по продажам или консультант скажет мне, ой, да что тебе рассказывать там, ты все равно в этом ничего не понимаешь, ну, тоже делаем себе пометочку, что вряд ли это хороший консультант, вряд ли это хороший ветеринарный врач, если он не в состоянии или не хочет что-то объяснить по своей специальности. Сегодня большую роль играют социальные сети в нашей жизни, огромное количество специалистов есть в социальных сетях, и зайдя на страничку специалиста, мы тоже можем сформировать какое-то мнение об этом человеке. Сегодня никто не проводит никакую глубокую аналитику, но у нас есть, уже есть работодатели, которые говорят, что к резюме, пожалуйста, ссылку на страницу в соцсетях, если профиля у кандидата в соцсетях нет, говорит, вот у нас был один клиент, он говорит, социопаты мне не нужны. Следующим моментом, после того, как ты предоставил ссылку, понятно, что мы должны спросить, можно ли предоставить ссылочку на ваш профиль в социальной сети или нельзя это сделать. Но, собственно, если у тебя страница есть, найти тебя не составит никакого труда. Это все. Все наши профили в основном открыты полностью. Если мы вращаемся в одном профессиональном сообществе, то через друзей, 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 это все очень легко находится и спрятаться, в общем, очень сложно. На второй план, на следующем, что оценивают работодатели, является вот как раз то, о чем я говорила, что у нас в профилях написано, как мы себя ведем. Если у нас профиль прям личный, 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 то, как правило, он закрыт и доступен только для друзей, да, и туда так просто не попадешь. Но если мы страничку открыли для всех, то мы должны уже вести себя так, как будто мы на улице или на профессиональной конференции, на выставке, на работе. То есть мы вот, мы все, мы открыты. Поэтому всякие, очень бывают интимные фотографии какие-то, посты, это не очень уместно. Когда мы только начинали вот эту работу с социальными сетями и задумывались над тем, что же и как же публиковать в социальных сетях, один человек сказал, что ваши потенциальные клиенты, ну и ваши в том числе, они хотят видеть не просто робота, да, профессионала, они хотят видеть человека. Они должны понимать, чем вы живете, что вам нравится, чем вы увлекаетесь, чем еще вы можете быть им интересны и полезны. И каждый из нас выделял такие вещи, которыми он может делиться. Ну, я, например, достаточно закрытый в личном плане человек, и мне сложно делиться успехами своего сына, например, в социальных сетях. Это не моя тема. Мы выбирали те отрасли нашей жизни, которые могут стать публичными, могут быть доступны широкому кругу. Я, например, занимаюсь дрессировкой собак, занимаюсь спортом. Уже сегодня люди обращаются ко мне, в том числе по вопросам, связанным с воспитанием животных. Вот сама я дрессировкой чужих собак не занимаюсь, но есть определенный круг знакомства, я могу рекомендовать каких-то надежных людей, которые помогут в решении того или иного вопроса. То есть таким образом я становлюсь полезной и интересной не только как специалист, который может подобрать персонал в любого хозяйства или ветеринарную клинику в самом отдаленном уголке России, в самую сложную позицию, но еще и человек, которого можно попросить о помощи в каких-то смежных вопросах. Это тоже очень важно, чтобы мы были людьми в глазах наших с вами клиентов потенциальных. У нас вот клиентов два. У нас есть кандидаты, есть работодатели. Это и те, и другие являются нашими клиентами, потому что мы должны сделать довольными и счастливыми обе стороны. Иначе у нас не будет, не получится наш бизнес, если все время будет довольна какая-то одна сторона. Вот. Что еще можно сказать? Про внешний облик мы проговорили. Сегодня у нас достаточно... Наша с вами профессия позволяет, предоставляет нам свободу выбора одежды, стиля. Самое главное, чтобы мы были одеты аккуратно, чтобы наша одежда была подобрана в едином стиле в каком-то, избегать каких-то радикальных стилевых направлений, наверное, в одежде. Хотя и на это многие смотрят уже не так... Относятся к этому не так строго, потому что если специалист действительно очень хороший, обладает какими-то уникальными навыками, то ему простят и излишне экстремальный, экстравагантный внешний вид. Я здесь специально не говорю о профессиональных компетенциях, потому что это то, что ветеринарный врач должен развивать постоянно. То есть ваша профессиональная грамотность, она должна расти с каждым днем, потому что все меняется, меняется очень быстро, новые лекарства, новые схемы, новые подходы в лечении, профилактике животных, в содержании животных, если мы говорим про сельское хозяйство. Сегодня это хорошо, завтра все поменялось, и хорошо уже другое. Вот здесь вы всегда должны быть на острие, всегда в курсе того, что происходит, если нацелены на рост, на развитие. Не знаю, Марин, я ответила на ваш вопрос? Да, да, спасибо. Очень интересно. Вот у меня еще такой вопрос. А вы можете вспомнить какой-то идеальный вариант, который вот за все это время у вас был? Что это был за человек, который вас, мягко говоря, приятно удивил? Был ли такой? Ну, если честно, таких людей достаточно много. Вот, таких людей много, просто... Ну, сегодня специалисты, вот специалисты самые востребованные на рынке, это возрастная категория где-то от 30 до 45 лет. Если мы говорим про специалистов, не про совсем вот начинающих, которые студенты, они вчера учились, или люди уже с какими-то эксклюзивными компетенциями, часто это вот люди взрослые, зрелые, да, и это тот возраст, когда люди уже понимают, их жизнь научила, что нужно быть пунктуальным, нужно быть обязательным, ответственным, там, хорошо выглядеть, отвечать на вопросы этих глупых рекрутерш, да, которые там лезут куда не надо, надо, даже если неприятно, сцепить зубы, там, улыбнуться и ответить на ее вопросы. У нас бывают, чаще сейчас мы запоминаем какие-то вопиющие случаи обратные, когда личный бренд, он, мы уже говорили, то, что он может быть не только положительным, но и отрицательным, как у Есенина. Похабничал я и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот это из той же серии. Чаще поражают такие люди. У нас были, ну, смешные истории, вряд ли это связано напрямую с брендом, скорее просто с поведением людей, когда приезжали без согласования с директором, приезжали в хозяйство, или еще смешнее устраиваться на работу. Договорились просто созвониться, пообщаться, а человек уже нашел контакты хозяйства, приехал туда и говорит, здрасте, я приехал к вам на работу. Чаще вот запоминаются сейчас больше эти случаи, а хороших, позитивных, подавляющее большинство. Насколько я понимаю, прежний способ, ну, не прежний, может быть, давно известный способ устраиваться на работу, по знакомству, он сейчас меньше работает, или по-разному, в разных местах. То есть в клиниках я вот слышала, что действительно устраиваются зачастую по знакомству, а в хозяйствах это иначе, да? Ну, знаете, Марин, сегодня профессиональное сообщество, оно узкое, неважно, есть профессиональное сообщество ветеринарных клиник, есть профессиональные сообщества сельхозпредприятий, они, и вот мы как-то работали, искали ветеринарного врача, по Москве обратился к нам, владелец одной небольшой частной, ну, в одной небольшой клинике, ему нужно было найти двух ассистентов. И я поняла, что мы собираем рекомендации на финальных кандидатов, то есть вот люди, которые готовы брать на работу, мы собираем рекомендации. И я поняла в какой-то момент, что он это делает намного быстрее, потому что всех знает абсолютно. Вместе посещают конференции, вместе посещают выставки, вместе общаются в социальных сетях, являются, может быть, там, ну, не может быть, а наверняка являются конкурентами, но поддерживают хорошее отношение с большинством коллег в городе. И тут такая история получается, что вроде как и с улицы, в то же время знакомые. Просто вот здесь не знали, что вот тут человек ищет работу, и ты помог людям встретиться. Поэтому прям вот родственников, ну, ей в московских клиниках наверняка, я, правда, давно мы не подбирали персонал для клиник, уже лет пять, наверное, у нас не было такого по Москве позиции, но тогда, когда работали, частенько нам говорили, что можно пробиться только вот по своим, по знакомым, но чаще это именно рекомендации. Руководящие позиции, там многие клиники, это семейный бизнес частный, там понятно все, что там династии, отец-ветврач, вот он там или дед уже клинику, он открыл, развивал, вкладывал в нее силы, нервы, деньги, здоровье, передал ее сыну, сын там, своему сыну и так далее. А персонал, ну, вполне себе можно найти работу, но если ты успел накосячить в двух-трех клиниках и ищешь себе четвертую, то это будет уже сложно. Косячить, это же там не обязательно плохо работал, это можно ругаться, опаздывать на работу, как-то не очень вежливо, корректно себя вести с пациентами. Да, вот эти все вещи, они как раз ложатся в копилочку нашего бренда. Поэтому чаще, когда человек говорит, что я не могу найти работу, везде берут родственников только или друзей, то уже есть какой-то опыт за плечами, то скорее всего, не скорее всего, а причины в том числе надо искать в себе. Спасибо, Наталья, очень интересно. Друзья, задавайте вопросы. Что бы вы еще хотели узнать или, может быть, все-таки назрел какой-то вопрос за все это время. Что ж, насколько я, скажите, Наталья, правильно или я поняла, что нужно как-то проанализировать свое, с чего вот сегодня, например, человек послушал нас сегодня и решил проанализировать свой личный бренд. Как он может это сделать? Вот вы бы, например, сейчас начали анализировать себя. С чего бы вы начали? Какой алгоритм? Ну, смотрите, если у нас нет личного бренда, то нужно начинать с себя. Нужно понять вообще, какой ты человек по натуре. открытый, закрытый, любишь ты общаться, не любишь ты общаться. Опять же, определиться с целями. Это вообще первоочередная наша задача. Понять, чего мы хотим. Если мы через пять лет хотим стать директором агрохолдинга, например, или открыть собственную ветеринарную клинику, то себя самого любимого нужно оценивать с точки зрения именно этой задачи. что необходимо большому боссу для того, чтобы быть успешным большим боссом. У него все получилось. Понять, какими чертами характера, какими компетенциями ты уже обладаешь, чего тебе недостаточно. И начать работать над тем, чего у тебя нет. То, чего недостаточно, это могут быть не только какие-то профессиональные вещи. Кто-то не умеет планировать, кто-то не умеет анализировать, кто-то... Ну, у каждого свои недостатки могут быть. Слабые стороны, над которыми надо работать. Но это еще и вещи такие там... Ну, понять, например, что ты не можешь уволить человека. У меня такая проблема была в свое время, когда я впервые оказалась на руководящей позиции. Мне было всех безумно жалко, потому что у всех были свои личные какие-то проблемы, которые они решали, работая в конкретной компании, получая ту зарплату, которую им платят. И для меня было как, вот я уволю человека, а что он будет делать? Вот я очень долго работала над вот этой историей. Приучала себя к мысли, что, собственно, у меня есть начальник, есть хозяин бизнеса, и мы должны зарабатывать, помогать зарабатывать ему деньги, чтобы он, собственно, платил на нашу зарплату, наше премиальное. А все остальное – это уже лирика. Это уже наши личные проблемы, мы ни в коей мере не должны их переносить на нашу профессиональную деятельность. Вот, наверное, с этого имеет смысл начать, понять, что мы хотим, что у нас есть для того, чтобы достичь поставленной цели, чего у нас нет. Если мы говорим о том, что, опять же, вот там немножко другая ситуация, когда мы ищем, ищем, ищем работу, и никак не можем ее найти, и вроде собеседований много, а нас нигде не берут. А здесь тоже я бы рекомендовала оценивать эту, анализировать эту ситуацию с двух сторон. Одна из них – это вспомнить собеседование, понять, что, о чем тебя спрашивали, как ты отвечал, дрожал при этом голос или не дрожал, четко ли ты выражал свои мысли, или, может быть, ты вообще неправильно ответил на какой-то каверзный вопрос или не очень корректный вопрос. Бывают разные интервьюеры, да, задают разные вопросы, анализировать эту историю, посмотреть на себя, кто ты, что ты, как ты выглядишь, как ты говоришь, оправдываешь ты, отвечаешь ты предъявляемым требованиям или не отвечаешь. Может быть, компетенции недостаточно для занятия какой-то позиции или черты характера не позволяют тебе претендовать на эту позицию и работать над этими вещами. Наверное, так. Но у вас есть, были прецеденты, так сказать, когда человеку что-то не хватало, какого-то качества, каких-то качеств, нескольких качеств, и он планомерно начинал над ними работать и в результате добивался. Да, ну вот я вот рассказывала как раз сегодня про девушку, которая ко мне пришла на собеседование и делилась как раз вот тем, что она сейчас в начале пути. Ну, тогда она была в начале пути, сейчас у нее, собственно, все, она работала над собой очень жестко, очень конкретно. Есть специалисты, да, наверное, правильно будет сказать, что есть специалисты, которые помогают выстраивать личный бренд. Они ставят, формируют вместе с вами цели, ну, собственно, как и в бизнесе, да, есть цель, есть тактика ваша, ваша стратегическая цель, есть стратегия, как мы этого будем добиваться, есть тактика какие-то, разбиваем всю эту историю на шаги на этап и потихонечку двигаемся. Специалисты, которые помогают в формировании личного бренда, они помогут подобрать образ и проанализировать вашу речь, помогут избавиться, ну, если уж глубоко копать от слов паразитов и, в общем, всего-всего остального. Такие люди вот работают с нашими политиками, чуть попроще работают над брендом обычных людей, но все равно это все та же самая история цели, как мы к ней будем идти, что нам нужно поменять. Если нужно чему-то подучиться, значит, надо идти учиться. Если мы не хотим учиться, значит, может быть, нам нужно снизить планочку, а может быть, посмотреть вправо или влево увидеть новые для себя возможности. Сейчас люди стали проще и легче менять профессию, если они поняли, что занимаются чем-то не тем. И это тоже хороший способ пересмотреть, хорошая возможность пересмотреть, посмотреть на себя со стороны под другим углом. Что ж, Наталья, спасибо большое. Очень интересно. Благодарю вас. Будем рады еще пригласить вас на новые вебинары. И я думаю, что вы сможете еще развить эту тему. Спасибо огромное. И, друзья, видите, что если подойти серьезно к вопросу, то можно решить, приобрести привлекательный личный бренд, построить его. и мы еще об этом будем говорить на следующих наших вебинарах. Рассмотрим этот вопрос с разных сторон. Попросим рассказать об этом в вопросе других специалистов тоже. Спасибо, Наталья. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Если после какие-то вопросы будут, то, собственно, можно через Марину их задать. Я отвечу. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Я просто хочу еще сделать небольшой анонс. Мы собираемся провести 18 числа в 7 часов вечера у нас будет вебинар Дмитрия Федосеева. Он это руководитель нескольких московских клиник. Я думаю, что многие из вас его знают. У нас будет вебинар по теме будни исполнительного директора или как рождается продажа услуги клиенту. Кстати говоря, мы тоже можем, вернее, спросим наверняка, зададим те же вопросы по поводу личного бренда, который сегодня раскрыла Наталья. Но, как вы понимаете, у разных людей есть разные, ну, не то чтобы разные взгляды, а скорее с другой стороны немножечко интересно будет услышать, что он нам скажет со стороны как раз директора, исполнительного директора сети клиник, московских клиник. Что ж, еще раз всем большое спасибо за участие и всего вам хорошего. Ждем вас на следующем вебинаре 18-го числа. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо.